дорогие друзья уважаемые соотечественники поздравляю вас с нашим национальным праздником днем российского кино поздравляю я вас всех и тех кто связан с кинопроизводством и конечно же наших зрителей потому что без вас любое кинопроизводство не имело бы никакого смысла это наш с вами общий важный праздник почему важный на мой взгляд я и хочу вам рассказать поэтому записываю это обращение под которым я поставлю статью я написал ее сегодня и сейчас вам ее зачитаю вначале немного истории 104 года назад 27 августа 1919 года совет народных комиссаров рсфср принял декрет о национализации кинодела в россии а производство и показ кинофильмов перешел под под контроль государства а именно народного комиссариата просвещения день российского кино отмечался в разные даты в частности 29 декабря отмечается международный день кино и мы тоже этот праздник отмечали и отмечаем но в 2001 году было официально решено именно 27 августа отмечать как день российского кино люди старшего поколения люди моего возраста прекрасно помнят наш с вами советский кинематограф он являлся важнейшей составляющей духовно-нравственного воспитания граждан советское кино активно продвигала задачи народосбережения проповедовала высокие нравственные идеалы крепкую семью дружбу любовь между мужчиной и женщиной служение своему отечеству и обществу воспевала человеческое достоинство честь труд научный прогресс призывала повышать уровень личного образования и формировала широкий культурный диапазон мое поколение воспитывалось на интереснейших научно-популярных фильмах и научной фантастики была пропаганда силы человеческого разума силой воли сегодня же детям подсовывают мир фэнтези где ты никто без помощи магических сил с распадом ссср нашу страну заполонили западные фильмы пропагандирующие жестокость насилие противозаконную деятельность нетрадиционные сексуальные отношения а социальное поведение были вброшены лозунги ничего личного только бизнес бери от жизни все живем один раз вместо любви секс вместо дружбы материальная выгода семья не важно дети помеха правда не нужна история это абуза неприходящие человеческие ценности атовизм и в целом человечество прогнило пора бы его заменить роботом и искусственным интеллектом мы уже уяснили что в мире по-американски доллар стал богом производимым США на экспорт ну а западная киндоиндустрия как социальный инжиниринг выполняла свои черные задачи насадить свои идеологические модели поведения прежде всего инфантилизм неспособность отличить добро от зла правды от лжи напрочь размыть в сознании своих зрителей систему нравственных ценностей а это неминуемо приводит к деградации личности и утрате связи с реальным миром в западных фильмах уже шестидесятых годов двадцатого века насилие становится базовой технологией и обыденной нормой обрастает смысловыми подпорками и самое важное закрепляется концептуально в июле 2021 года три года назад вышла наша российская новая стратегия национальной безопасности в которой достаточно простым языком изложено реальное положение дел относительно дальнейшего существования нашей страны в обозримом будущем и указан явный вектор на жизненную необходимость скорейшей суверенизации нашей страны в октябре 22 года США разработали и представили миру свою новую стратегию национальной безопасности где по сути объявили себя глобальным гегемоном государством сфера интересов которого весь мир о чем мелочиться это стратегия глобалистов контролирующих транснациональные корпорации значительную часть мировых финансов сферы высоких технологий развед сообщества и влиятельные средства массовой информации формирующие стратегию и смыслы и обеспечивающие контроль над внешней и внутренней политикой США и Запада в целом это так называемый дипстейт глубинное государство но нужно понимать что государство то есть суверенную политическую форму устройства общества это как раз то что глобалистские элиты хотят разрушить и первоочередная их задача через подчинение и насилие в котором военные составляющие лишь часть плана полное уничтожение России и подчинение Китая без чего невозможно достижение мирового господства полгода назад в ноябре 2022 года мы ответили указом президента о сохранении и укреплении российских духовно-нравственных ценностей этот указ президента еще называют указом 809 809 указ вот такая идеологическая дуэль сегодня у нас полыхает война 21 века война за умы военные военные США и НАТО контролирующие в том числе культуру искусство а значит и кинематограф игровую индустрию поставили себе задачу когнитивно-ментального доминирования во всем мире каждый из нас это когнитивная личность со своим личным индивидуальным способом познания мира наше мировоззрение формируется из наших привычек мыслить видеть слышать запоминать и таким образом все что попадает в поле зрения нашего внимания дает пищу для мозга и далее формирует наши взгляды наши модели поведения и в конечном итоге нашу жизнь и судьбу поэтому сегодня в день российского кино я говорю не о праздничных радостных вещах а о реальном положении дел в нашем большом доме под названием Российская Федерация нам очень многое нужно в себе переосмыслить пересмотреть переоценить выпрямить спины расправить плечи научиться гордиться своей страной ценить достижения нашей отечественной науки культуры искусства гордиться своими предками своим великим прошлым по-настоящему не кичиться не высокомерно морщить лобик не оголтело кричать научиться говорить правду наконец сейчас нам всем каждому обществу государству предстоит экзамен на право называться цивилизацией и этот экзамен истории нам нельзя провалить мы живем с вами в очень сложное переходное время мы это видим мы это понимаем и мы все больше задаемся вопросами а куда реально идет наша страна каково наше место в будущем мире а вообще мы туда доберемся какие путеводные звезды будут для нас ориентиром какова наша цель прогресс как процесс присущий прошлой либеральной экономической и культурной модели для нас сегодня закончился и нашей главной задачей становится формирование собственной российской идеологии просвещение духовно-нравственное развитие нашего общества распространение знаний и культуры важность которых сегодня сложно переоценить искусство и в частности конечно же кинематограф играют здесь одну из первых ролей мы имеем грандиозный опыт СССР который по словам президента США Джона Кеннеди выиграл войну за школьной партой если мы в нашем отечественном кино не будем показывать наши модели поведения наши ценности наши ориентиры то стратегически выиграть эту войну смыслов будет невозможно это игра в долгую игра на поколение сегодня мы воспитываем и формируем мировоззрение детей которые завтра уже будут управлять нашей страной поэтому прогрессивное движение нашего сегодняшнего кинематографа невозможно без понимания этих задач сейчас в россии работают около 40 киностудий одни из самых крупных мосфильм ленфильм киностудии имени горького в среднем в год снимается порядка двух сотен фильмов может быть меньше это очень мало еще недавно доля показываемых российских фильмов в кинотеатрах составляла всего лишь 30 процентов сегодня эта доля увеличивается но я хочу сказать не столько о количестве количество придет и сегодня выделяется значительные средства на поддержку развития нашего российского кинематографа я хочу сказать прежде всего о смыслах нашего нового кино мы с вами неважно кинопроизводитель или зритель мы не имеем сегодня права быть аполитичными мы должны мы обязаны навести порядок каждый в своей голове и ответить себе на вопрос какой мы хотим видеть нашу страну завтра процветающий могучий с высоким уровнем культуры здравоохранения с высоким уровнем научно-технического потенциала и все эти ценности формируются через то что мы производим через то что мы смотрим сами и показываем нашим детям и поэтому поздравляю сегодня вас с нашим праздником с днем российского кино я призываю вас мои горячо любимые соотечественники производить кинопродукцию направленную на эти цели на задачи народосбережения а зрителей выбирать для просмотра и голосовать рублем за фильмы воспевающие наши добрые светлые вечные ценности и традиции на которых стояла и стоять будет наша русская цивилизация так победим в и просмотра